Всем привет! Спасибо большое команде Leamington Spa за такое классное видео, что мы немножко познакомились с ними теперь поближе. Знаю то, что время немного задерживается, но я постараюсь очень коротко рассказать и, надеюсь, не скучно. Что ж, начнем. Меня зовут Анастасия Детинкина, я работаю в команде промо-маркетинг-доставки, и сегодня я вам расскажу про наш первый опыт работы с креативным агентством, надо разработкой стратегии на определенную аудиторию. Сейчас обо всем поподробнее. В 2020 году мы для себя выделили три целевых аудитории, помимо широкой, над которой мы хотим более тщательно работать, так как видим потенциальных клиентов в этих аудиториях. Напомню, это геймеры, родители с детьми и аудитория любителей кино и сериалов. Как раз-таки я лидирую направление любителей кино и сериалов. В том году мы уже реализовывали разные проекты на эту аудиторию, но со стороны это немножечко выглядело довольно хаотично, как будто бы сегодня Дода делает проект с онлайн-кинотеатром, там следующий проект уже с каким-то сервисом для просмотров сериалов, потом с мультиком или с фильмом. Все проекты были немножечко разрозненные, и за счет этого нашими клиентами точно не улавливалась единая какая-то коммуникация. Тогда мы выявили для себя две проблемы. Первая – это то, что мы не знаем, как доносить до клиента единую какую-то коммуникацию в течение всего года всех проектов. И второе – это то, что у нас не было опыта, к сожалению, до этого работы с какой-то конкретной аудиторией. Так как нам не хватало внутренней экспертизы, мы подумали о том, что, наверное, есть смысл обратиться к внешней экспертизе, прийти к какому-то рекламному агентству и попробовать с ними разработать стратегию и ее реализовывать в течение 2021 года. Тогда мы выбрали агентство RTA, до этого мы с ними не работали, но у нас были уже положительные отзывы от наших коллег о данном агентстве. Задача стояла в целом такая – нужно было проанализировать аудиторию, понять, какое коммуникационное сообщение мы хотим доносить в течение 2021 года, то есть как сеять, скажем, в головы клиентов мысль нашу, что нужно заказывать пиццу при просмотре кино, через какие инструменты и какие каналы необходимо это делать. И тогда мы как раз-таки приступили к разработке данной стратегии вместе с командой RTA. Вообще могу сказать то, что выбирать агентство нужно не бояться и вообще смотреть на то, что не обязательно, чтобы оно должно было быть там суперопытное. Иногда классные молодые агентства, которые не обладают достаточным опытом или не обладают какими-то наградами, возможно, даже еще лучше, потому что у них незамыленный взгляд и они даже еще больше классных и креативных идей вам принесут. Также мы для себя в команде приняли небольшое такое негласное правило, что так как у нас разрабатываются параллельно три аудитории, три стратегии на геймеров, на родителей с детьми и на кинолюбителей, мы не будем обращаться к одному агентству за тремя стратегиями, потому что, скорее всего, фокус будет размылен и, к сожалению, агентство не проработает тщательно ни одной из аудиторий. И поэтому мы четко остановились на том, что RTA будет разрабатывать только аудиторию кино и сериалов. С какими мы столкнулись тогда сложностями? Первое — это то, что необходимо на берегу сразу договориться о том, кто чем занимается, то есть что делает агентство в данном случае, что делаем мы внутри Doda. И второе — это вопрос, как успевать вести все проекты. Изначально в моей голове почему-то была картинка, что саму стратегию разрабатывает непосредственно агентство, а реализовываем все внутри Doda — мы. Но когда мы увидели весь спектр проектов, которые требуется сделать в 2021 году, и каждый проект требует от двух до шести месяцев разработки, мы поняли то, что здесь нам потребуется помощь агентства, но при этом всем мы собрали и сделали для себя некий гибридный формат работы с агентствами. По сути, это работа между… ну, которая требует очень много взаимодействия между мной, агентством и нашими внутренними командами. У нас очень классная внутренняя экспертиза есть у многих команд, у которых я тоже выступаю неким заказчиком. К примеру, я прихожу к команде дизайна и прошу какие-то макеты, прихожу к команде SMM или Media, и в целом мы вместе работаем над одним проектом. Поэтому сейчас практически это выглядит примерно так, что у нас есть проект с Disney, мы приходим к… там, я прихожу к нашим SMM-щикам, рассказываю, и мы обсуждаем, как мы будем продвигать его в SMM. Потом прихожу к команде Digital, прихожу к команде дизайна, и мы вместе работаем. Параллельно с этим, Лейзинг, к примеру, разрабатывает команда RTA. Но при этом всем, так как наши дизайнеры лучше знают и разбираются в дизайне нашей компании, то у нас на встречах всегда присутствует арт-директор от Doda. И по факту у нас общается дизайнер от команды RTA с нашим арт-директором и со мной. И мы все вместе даем правки и обсуждаем, как что лучше сделать. Это такой некий гибридный, скажем, формат взаимодействия. Могу точно заверить то, что сейчас работа команды промо-маркетинга колоссально отличается от работы год назад, то, что было год назад. И в целом, то, что мы сейчас начали работать с аудиториями, я уверена, что мы продолжим и в дальнейшем. И также продолжим, скорее всего, работать с агентствами. Поэтому нам сейчас необходимо наращивать опыт работы с агентствами. И немного поделюсь выводами, к которым мы пришли. Первое – это то, что вообще не бойтесь работать с агентствами в любом случае. Здесь вы выставляете, скажем, правило, не нужно отдавать агентству полностью 100% всю работу, потому что вы лучше знаете нашего клиента. Это как раз-таки второй вывод. 100% вы разбираетесь в нашем клиенте лучше, чем агентство. И также еще один из выводов – это обязательно необходимо вовремя давать обратную связь. К примеру, у нас был негативный опыт, когда мы получили негативную обратную связь от команды дизайна по одному из проектов, которые делала команда RTA. И тогда, наверное, самый минус данной обратной связи был в том, что она была дана несвоевременно. Но мы сели, разобрали данный кейс, поняли, как нам в дальнейшем взаимодействовать и приступили к уже выполнению следующих проектов. Вот, поэтому очень здорово, когда само агентство запрашивает у вас обратную связь. Не бойтесь делиться, давать ее, потому что тут как раз-таки происходит общее взаимодействие, и вы растете вместе с агентством. По сути, сейчас вообще команда RTA – это такая моя некая внутренняя команда, которая помогает нам реализовывать проекты. Иногда даже можно задуматься над тем, что если у вас проект длится 3 месяца, возможно, вам не нужно нанимать людей, дополнительные ресурсы в команду Doda. Возможно, нужно посмотреть где-то на стороне, позвать ребят, и там в дальнейшем, может быть, даже не продолжать с ними работать, к примеру. Вот, поэтому это небольшие такие выводы по работе с агентствами. И хотелось бы тоже закинуть небольшой тизер, то, что сейчас с командой RTA мы уже разработали видеоролик для аудитории кинолюбителей, и через неделю на еженедельной встрече вы первые, кто его посмотрите. Всем хорошей недели, спасибо. Спасибо. Спасибо.